Европа у нас сегодня имеет два измерения. Есть Европа плюс, это те 19 стран, которые входят в еврозону. И есть Европа минус, те страны, которые имеют свою национальную валюту, которые пока не хотят в силу разных экономических, финансовых причин идти в европейскую зону, и которые хотят и дальше иметь свою валюту. Имеется в виду фонд стерлинга, например, польский злотый и так далее. И дело доходит уже до смешного. Об этом же, кстати, говорят и британские, и польские, и другие дипломаты, и дипломаты стран Прибалтики, что даже бывали случаи, когда не пускали должностных лиц и дипломатов вот этих стран из Европы-Б на совещание представителей вот этой Европы-А. И, соответственно, сегодня британцы и другие представители Европейского союза, они задают вопрос, как мы дальше будем развивать нашу Европу. То есть мы будем ее развивать по пути создания такой авторитарной империи, грубо говоря, с вот этим федералистским правительством, которое будет диктовать свою волю и навязывать волю национальным правительствам. Или же мы пойдем в сторону создания демократической Европы, Европы народов, о которой говорил Деголь, и самое главное, Европа, которая будет иметь адаптированную, угрозам мирового экономического кризиса, Европу, которая будет иметь адаптированную систему управления. То есть, скажем, она может быть не такой авторитарной и жесткой, она может быть, например, сетевой, она может быть, вот мы говорили о хабе, она может быть неким таким хабом, прежде всего информационным хабом, который даст возможность и объединять информационные потоки, искать компромиссные решения и сразу же эти решения рекомендовать для реализации и тому подобное. Вот о чем сегодня говорит Европа. Понимаете, а уже все остальное, Украина, взаимодействие с Российской Федерацией, будущее Трансатлантического пакта США, это на сегодняшний день имеет тоже важное значение, но это вторичное от той первой главной проблемы, которая сегодня наблюдается в Европе. То есть, это проблема, скажем так, неадекватности системы управления в самом Европейском Союзе и, скажем так, существование некоего требования реформ, которое все громче, все жестче звучит и со стороны европейской общественности, и со стороны значительной части европейского политического класса.